Русские новости Русский дом, в дом для русского народа, прежде всего для русского, не выгоняя, конечно, никого и не испытывая ненависти никакому другому народу, который не делает подлостей для русских, русские должны вернуть себе свой собственный дом. А сейчас этот дом находится в руках у врагов русского народа, он захвачен и вреднейшая для русского народа власть сейчас измывается над нашей страной. Все структуры государственного управления направлены на уничтожение русского народа, если кто-то еще в это не верит, то может убеждаться в этом, наблюдая за новостями каждый день. Если вам в 10 раз увеличивают налог на собственность, а мы обладаем собственностью на грош, платить будем теперь в 10 раз больше, чем в прошедший период. То вы должны понимать, кто стоит у власти. Вы за свою крохотную квартирку будете платить в государственный бюджет, чтобы потом вам возвращали в виде подачек на какие-то там необходимые для вас нужды. Если вы уж действительно помираете с голоду, а может быть вам ничего и не положено будет, потому что вы где-то не зарегистрировались, где-то галочку не поставили, вы вообще не нужны нынешнему правительству. И правительство стремится к тому, чтобы вообще-то вас не было. Если половина русского народа просто вымрет в ближайшие годы, то от этого правящей олигархии будет только лучше. И на отношение к нам, всем русским людям указывает судебное решение, точнее позиция всей правоохранительной системы в отношении террористки, которая около метро Октябрьское поле ходила с отрезанной головой русской девочки, провозглашала хвалу своему богу. И в конце концов была арестована, заключена под стражу, проведено расследование. Теперь психологи, непонятно какие там психиатры, признали эту иноверную и инородную для нас фигуру психически неполноценной, ненормальной. И даже прокурор выступил против того, чтобы признавать эту, не могу сказать даже женщину, это существо вменяемом и подлежащем правовой оценке. Конечно, в аналогичных случаях никогда русскому человеку не приходится, во-первых, бывать, потому что, ну где вы видели, чтобы русские головы отрезали? Когда-то это было, когда-то в Кавказскую войну, в 19 веке, в начале, в середине 19 века, и казаки тоже могли своим врагам отрезать головы и демонстрировать их как символ победы над врагом в какой-то схватке. В литературе такие случаи описаны. Но русские давно уже отошли от этих времен. А вот азиатские племена, я не могу сказать, что это народы, это на самом деле просто племена, не способные ни к государственному строительству, ни к культурному творчеству. Может быть, отдельные какие-то ядра там существуют, которые на что-то способны, но уж точно у них нет неполноценных государств, неполноценно развивающейся культуры. Где-то в древности, может быть, и была, а сейчас нет. Сейчас только русский народ на евразийском, вот этом североевразийском пространстве, сохранил способность к государственному строительству и сохранил способность к продолжению своей собственной культуры. Но нам постоянно говорят, что это все не нужно на самом деле. Ну, посмотрите, взгляните на окружающее вас информационное пространство. Что оно нам сообщает? Разве оно нам сообщает о каких-то достижениях в науке, в культуре, в творчестве, в каких-то производственных делах? Нет, совершенно противоположное направление у всего информационного поля, которое полностью мобилизовано на деструктивные цели. Эти цели устанавливаются Кремлем, Кремлевской олигархией. Она вписана в более масштабную олигархическую структуру, в структуру мировой олигархии. Эта олигархия диктует уничтожение русского народа, причем как такой процесс извлечения прибыли. Хотят из нашей гибели тоже извлечь прибыль. Не из нашей жизни. Наша жизнь уже никому не нужна. Поэтому для нас фундаментальный вопрос – это освобождение от власти олигархии. Приближающийся 2017 год будет не только годом столетия того государственного переворота, который обломил исторический путь России и привел нас к чудовищному кризису. Сначала к человеческому кризису, кризису человеческого самосознания. Из поколения в поколение жизнеспособность русского народа систематически подрывалась большевистским режимом, коммунистическим, советским. Затем на смену пришел самый живодерский режим, который олицетворен в фигурах Ельцина и Путина. Их целью является истребление русского народа. Бирка может висеть, может быть это будет называться еще русским народом и Россией, но на самом деле ничего этого не будет. И мы уже видим по тем ощущениям, которые у нас есть, что русский народ расчленен на какие-то конурки, в которых сидят посемейно каждый сам за себя и вместе какого-то совокупного единства русский народ сегодня не демонстрирует. И остались только незначительные по численности и по мощности политические силы, которым принадлежу и я, и русские новости выпускают именно с этой позиции, стремящиеся к воссоединению русского народа, к превращению его в политический фактор. И только этот политический фактор сможет сломить сопротивление олигархии, которая уже зашла в тупик, которая не способна даже саму себя содержать. Вот началась эта грызня, аресты, там аресты Люкаева, аресты двух заместителей Тулеева, аресты мэра Переславля-Залескова и так далее, и так далее. И когда идут постоянные то отстранения, то аресты генералов, причем самого высокого ранга, кто должен бороться с коррупцией, оказался сам коррупционером и под собой создал целый коррупционный клан. Любой чиновник сейчас под этой путинской властью превращается в антипода тех должностных инструкций и должностных обязанностей, которые на него возложены. Поэтому разрушение путинского механизма, механизма путинского правления беззаконного, системно-беззаконного, конечно, произойдет. В ближайшие дни произошло тоже неординарное событие, переданы в суд дела по ИГПР ЗОВ, инициативной группы по проведению референдума за ответственную власть, и наш соратник по Русскому национальному фронту, Кирилл Барабаш, в этой группе находится. И другие, с кем мы, по крайней мере, как-то взаимодействовали. У них был свой собственный маневр, но вот та часть, которая ориентировалась на Кирилла Барабашана, входила в Русский национальный фронт. И сейчас все эти люди находятся под стражей уже больше года, передано дело в суд. Но, собственно, передавать нечего. Первое заседание показало, что единственное, к чему стремятся власти, это организовать скандал, организовать дополнительные политические репрессии. Я помню, несколько лет назад был на суде Георгия Боровикова, и там меня поразило, что тесный зал был забит до отказа публикой. Ну, туда влезло, наверное, человек 20. И человек 10 там стоял судебных приставов в черной форме, такие вот. Ну, вид у них был, как у оккупантов. Это действительно представители оккупантов. И еще прямо в зале суда служебная собака была помещена. При этом те, кого осудили, в конце концов находились за решеткой, отгороженные специально, чтобы они как-то не могли дотянуться руками до горла негодяя судьи, который там сидел и смотрел свои бумаги, глаз не поднимал. И тогда тоже был скандал, устроен именно судебными приставами, которые провоцировали постоянно, которые оскорбляли граждан России. Да, и, в общем, весь судебный процесс был оскорблением. На текущем суде, который прошел 23 ноября, я не присутствовал, но прочел отчеты. Там тоже провокации к тому, чтобы были совершены какие-то правонарушения, происходили со стороны судебных приставов. И они науськанные явно руководством суда и судьей, который ведет это дело. Не помню, как зовут этого судью, Криворученко, Кривоноженко, Кривомысленко. Это, в общем, не имеет никакого значения, потому что все судьи у нас на одно лицо, они выполняют распоряжение той оккупационной власти, которая олицетворяется в фигуре судебного пристава. Вот нашего соратника, члена штаба Русского национального фронта Сергея Алексеевича Евстифеева в этом суде скрутили, составили протокол. Явные провокаторы. Явные провокаторы еще жаловались, что они получают там по 7 тысяч рублей. Ну, врут, наверное. Я думаю, что тысяч по 70 эти люди получают и на самом деле ни в чем не нуждаются. Это все вранье, что они там по 7 тысяч, я думаю, за дежурство получают. И они еще, значит, скулили и жаловались, что у них такая маленькая зарплата. На самом деле, за любую зарплату обслуживать нынешнюю оккупационную власть – это позор. Это позор. Служить этой власти – это позор. Ну, кто-то считает, что можно переступить через этот позор и какую-то пользу людям приносить. Ну, так вы приносите пользу. Ну, ведь вы не приносите пользу. Кто вы? Чиновники, которые находитесь на разных уровнях иерархии путинской власти. Вы что, по закону живете? Нет, вы тоже в ручном управлении постоянно нарушаете закон, используете должностные полномочия в пользу своего собственного или своего окружения. Все, кто находится под погонами, под приказом, разве вы служите России? В каком месте, расскажите, вы служите России? Может быть, вы действительно расскажете? Вот нам почему-то по телевидению, который в руках Путина находится, мы не видим этих людей. Кто служит России? Ну, покажите их. Почему-то не попадается, невозможно эти сюжеты создать и предложить гражданам. Мы в полном вакууме находимся. Мы не видим людей при должностях, которых мы оплачиваем из своего кармана. Потому что мы создатели государства, мы русский народ, являемся хозяинами этого государства по праву, которое у нас отнято. И кормим всех вас, вот всех вас, чиновников, приставов, военнослужащих, полицейских. Ну, где то служение в нашу пользу, которое вы могли бы нам представить? Ну, да, вот сейчас представили, национальную гвардию образовали. Вот первое деяние, которое мы видим. Два подростка, чего-то там начитавшись или находящихся под воздействием каких-то препаратов, решили устроить стрельбу и потом покончили с собой. Как нам рассказали. Так кто им помог покончить с собой? Помогли представители национальной гвардии, так называемой национальной гвардии, абсолютно беззаконному формированию. Есть армия, понятно, чем занимается, есть полиция, понятно, чем занимается функция у национальной гвардии. Какая? Я думаю, что это функция уничтожения людей, уничтожения русских людей, используя инструменты и полицейские, и армейские. Вот в данном случае они помогли уйти на тот свет двум молодым людям, которым не было проявлено внимания. Не со стороны родителей, которых надо было бы, конечно, лишать родительских прав, когда они доводят своих детей до такого, до самоубийства. И целой кучи там учителей, правоохранителей, всех, кто был вокруг, все взрослые. Ну, это люди, которые должны, по крайней мере, посыпать голову пеплом и покаяться в том, что они не смогли удержать подростков от такого поступка. И я предполагаю, что на самом деле то, что нам докладывают с экранов телевизоров, это вранье. Это вранье. Убили их, убили этих подростков. Да, они решили пострелять, и вот так, как бы, напоследок, считая, что их все равно убьют, они постреляли. Потом они выбросили стволы. А как они погибли? Как они погибли, если они выбросили стволы, из которых стреляли? Да, один ствол они оставили. Из этого ствола они были убиты или нет? Я думаю, что вся эта правоохранительная система, тем более национальная гвардия, это личные путинские эскадроны смерти, они заинтересованы в том, чтобы скрыть, чем они занимаются. Они развлеклись, они бросали там свет, шумовые гранаты. Зачем? Зачем? А в переговоры вступить с детьми вы не могли. Не могли. Кто там этим заправлял? Мы даже не знаем имен, потому что они скрываются. Мы знаем, что они негодяи, если эти имена будут произнесены, мы четко определим, кто эти люди. Это негодяи, которые довели подростков до смерти. Ну, расстреляли бы они там все свои патроны, потом бы вы их спокойно, спокойно бы взяли там наступившим вечером. Зачем вы, вы зачем шли там на штурм, бросали эти гранаты? С какой целью вы все это делали? С какой? Чтобы эти дети погибли? Я думаю, вы их и убили. Очень сложная у нас ситуация и в русском движении, и в русского народа в целом. Вот это замораживание интеллекта и души нашего народа приводит к тому, что мы теряем всякие перспективы. Мы перестаем бурно реагировать на те события, которые вокруг нас происходят. Мы реагируем вообще не на то, что нас должно, в принципе, интересовать. Нас, конечно, должна интересовать зарплата руководителя почты России в 10 миллионов рублей в месяц и еще премия почти в 100 миллионов по итогам года. И он считает, что это нормально в стране, которая абсолютно обнищала, где 20 миллионов едва сводят концы с концами. Нас это должно волновать, потому что это представители олигархии. А почта? Что почта? А почта не выполняет своих обязанностей, не выполняет своих функций. Вы зайдите на почту и посмотрите. А что, собственно, там почтового? Много ли там почтового? Половина помещений – это что-то другое. Плюс еще почта банка какой-то там образовалась. Это полное перерождение всей почтовой системы. Зато глава этой структуры получает там какие-то невероятные деньги. Нас это должно волновать. И мы должны говорить, вот такие люди должны быть без всяких разговоров отстранены от своих должностей, убраны полностью от руководства какими-либо бизнесами или государственными структурами и размещены, пока не будет расследована их деятельность, за решеткой. Этого не делается. Зато вот освобождают от всякой ответственности террористку, которая убила русскую девочку. Это демонстративное действие. Вы думаете, они не понимают, как мы к этому относимся? Они именно демонстративно показывают, что вашей души народной уже нет. Вы не реагируете на то, как власть над вами издевается. Она цинично показывает, что вы для нее ничто. Вы для нее ничто. Ваше мнение – ноль. Цена жизни ваших детей – ноль. И они будут по-прежнему заполнять страну гастарбайтерами, по-прежнему будут их сюда стаскивать, и они по-прежнему будут творить здесь беспрерывный террор. Нет никакого международного терроризма. Это все изобретено в Кремле с целью перенаправить наше внимание, наше возмущение куда-то в сторону. А на самом деле именно эти кремлевские деятели, кремлевские негодяи являются организаторами этого террора против русского народа. Они всю правоохранительную систему направили против русских. Они русским, причем самым отпетым негодяям, которые перетекают через границы, мигрируют сюда для того, чтобы здесь, на освободившейся территории, которая зачищена от русских, творить беспредел, захватывать здесь собственность, вести здесь свой собственный воровской бизнес, организовывать криминальный беспредел, организовывать демонстративные террористические акты. Все это разрешено Путинам и его команды. Разрешено именно то, что должно быть запрещено. Поэтому наша задача запретить такую власть. И только русская власть освободит нас от вот этого давления, физического террора, перерожденных правоохранительных структур, всех государственных структур. И главное, освободит нас от олигархии, от рабства усудного капитала, от нищеты и бесперспективности, которая ожидает нас в ближайшее время, а многих уже настигла. 17-й год будет переломным, потому что начнется крах всей этой административной системы. И мы будем погружаться все глубже и глубже в состояние полной безнадежности, если не начнем активнейшим образом бороться за русскую власть, за уничтожение олигархии. Всех приглашаю в партию «Великая Россия», которая борется именно за эти цели и постоянно оглашает их публично, в русский национальный фронт, в коалицию. Новые организации мы там ждем. Они все никак не могут сформироваться, но кто-то не хочет, чтобы им кто-то манипулировал. Создайте свои организации, пусть это будут организации по 20, 30, 50 человек, но давайте мы будем действовать заодно, коалиционно поддерживать друг друга. Механизм русского национального фронта, как коалиции, показал свою эффективность. Нам бы только не съехать в такой клуб начальников, который пытается руководить всеми. Мы постараемся, чтобы этого не было. У нас нет никаких лидеров, у нас нет, кроме принципов совместной деятельности, никаких уставов и никаких должностей. У нас есть только ответственность, которую сами мы на себя берем, организации, вступившие в русский национальный фронт, и те, кто индивидуально готов приложить к деятельности русского национального фронта свои возможности и способности. Партия Великая Россия, русский национальный фронт, приглашает вас к совместной деятельности. И в русских новостях мы тоже будем отражать все те события, которые будут происходить в русском движении. Не в том подобии, которое нам иногда пытаются подсунуть, что якобы эти рыжие карлики – это русские. Да никакие они не русские. Русские представляют русскую идею, которая выражена в русской философии, русскую перспективу, которая выражена в русской идеологии. Она совершенно ясна. На основе произведений русских национальных мыслителей, философов все уже ясно, все отработано и все понятно. Осталось только действовать, пропагандировать русскую идею, пропагандировать участие русских людей в русском национальном движении. И осуществлять политическое давление на ныне действующую власть с целью, чтобы она полностью отказалась от всех своих полномочий и передала все эти полномочия правительству национальных интересов. Русских национальных интересов. Такое правительство мы сможем организовать только в том случае, если получим массовую поддержку. А до этого мы, кто хочет, чтобы мы быстренько поднялись в атаку и все погибли в этой единственной атаке, на которую мы способны, это не наши друзья и не наши соратники. Мы должны работать не на демонстративные акции, а на то, чтобы к нам пришла победа, и чтобы в России наступила русская власть, а государство было преобразовано в русское национальное государство. Слава России! Слава России!